А к нам с просьбами о помощи обратились наши зрители. Жители многоэтажки в Челябинске. У них в квартирах нет даже батареи. Зато пришли счета за отопление. Горожане готовы выйти на акцию протеста. Ксения Кузнецова выехала на место. Мы ездим в деревню Греция. Холодно, отопления нет в комнате. И все. Приезжаем по делам, когда с тюками туда-сюда их перевозим. С началом холодов Кристине Сергеевой пришлось съехать с детьми из дома. В сентябре при Капримонке рабочие срезали батареи в доме. И к отопительному сезону женщине успели вернуть только одну. Это единственная батарея и пытается обогреть трехкомнатную квартиру. Зато в квитанции за отопление такая сумма, словно дома жаркий курорт. Пришла квитанция на сумму 3333 рубля 40 копеек. За что эта квитанция пришла? У нас отопления нет весь месяц. А у нас эта квитанция, как будто мы весь месяц жаримся под солнцем. За что платить? Вообще не понимаю. Не собираюсь ни за какое отопление платить. В доме в центральном районе Челябинска до сих пор ремонтируют тепловые сети. Жители замерзают. Коммунальщики вырезали все трубы в Сталинке еще в сентябре. И с началом холодов жильцам возвращают батареи по одной на квартиру. Но вот что по-настоящему поторопились сделать рабочие. Так это пустить кипяток по обрезанным трубам. Грячая вода полилась прямо на полквартир. Возмущаются челябинцы. Сначала ведро вот так вот подставили туда. Хоть половина собиралась. Бегали, вылили. Потом тряпкой тут начали. Баночку вам подставили. Дети там есть маленькие внесут. Не знаю. Вдруг бежал кипяток. А вот квитанции за отопление поступают исправно. Причем с полными суммами за месяц. Со счетами жильцы вышли на стихийный митинг во двор. В толпе сверяют, у кого сумма больше. Обращаясь в тепловую компанию, они говорят, что вы платите. Вы платите. А когда будет официальное уведомление из управляющей компании, которая у нас самоустранилась вообще от решения этой проблемы, тогда возможно нам сделают перерасчет. Перерасчеты вправду обещают выполнить. В ноябре жильцов возьмут меньшую сумму. В Челябинске коммунальных тепловых сетях уверяют, не знали, что многоквартирный дом на капремонте. Об этом должна была сообщить управляющая компания, но этого не сделала. Обязана предоставить перечень квартир, которые отключены, по какой причине, из какого, по какое число они отключены. Этой информации у нас не было на момент формирования квитанции. И поквартирная информация у нас до настоящего времени ее пока нет. На встречу с жильцами приходит и субподрядчик. Жалуется, раз бы сам закончить ремонт поскорее, но сил не хватает. Работаем втроем. То есть три человека на весь объект. Работаем порядка пяти недель. Физически справиться с этим невозможно. Отвечать за своих подчиненных в региональный оператор приходит Владимир Кравцов, заместитель директора компании подрядчика по производству. Объясняет, план их работ якобы сорвали сами жильцы. Уверяет, долгое время попросту отказывались пускать на порог бригады рабочих. И обещает уже завтра вывести на объект дополнительные силы и закончить установку батарей к следующему вторнику. Собственник достаточно поздно принял решение о том, что ему нужно все-таки поменять в квартире систему отопления. То есть первично он не давал допуска в свою квартиру, правильно понимаю? Да, да. Завтра мы совместно с управляющей компанией, с привлечением специалиста государственной жилищной инспекции выйдем на место. Замерим температуру в жилых помещениях данного дома. Напоминаю, что по Санпинам температура в данных помещениях должна у нас составлять 18 градусов. Если температура не будет соответствовать норме, жильцы холодной Сталинки начнут акцию протеста. Мы готовы повесить на своих окнах, на балконах такие лозунги, что мы замерзаем.